Он пахнется на кровь, и буря готова, накапывается. Я вот еще как-то концентрент, мы не знаю, где-то станет сувамарка. Так, мы с вами рассматриваем... Мы с вами рассматриваем терроросеяние, потому что сейчас мы остановились как раз на всем скаку. Осталось только выписать решение уровня Шеттингера для задачи рассеяния на больших расстояниях от силового центра. Я напомню, что мы с вами рассматриваем по умолчанию силового центра с откодействующим потенциалом. То есть, если размер силового центра, значит, ради действия силы рассеяния Т, то мы рассматриваем решение уровня Шеттингера на расстояние, наверное, больше Д. И у вас формула выписана для этого решения. Я... Окончательное выражение, думаю, у него не было. Я его напишу. Итак, на больших расстояниях от силового центра. Волновая функция ПСИ, ОТР, имеет следующий вид. Это падающая волна ФИА, ОТР, падающая волна, плюс рассеянная волна, плюс... Далее мы вводим величину, которую я назову АВА, амплитуда рассеяния, на Е в степени ИКР, делить на Н. Вот как выглядит это решение. Здесь рассеянная волна представляет собой сферическую, расходящуюся от центра волну. Сферическую, расходящуюся от центра волны. Ну, вот я буду сразу же сказать, что, в принципе, если бы мы не выбирали определенные решения, определенные, точнее говоря, граничные условия, не накладывали определенных граничных условий на дифференциальные... на интегридифференциальные уравнения, которые мы решали с вами, так? Помните методов функции Грина. То, в принципе, мы получили бы здесь комбинацию двух решений. Это расходящаяся от центра волна, сферическая, как вот здесь, и плюс сходящуюся от центру. Ну, понятно, что из физических соображений, задача рассеяния, мы имеем дело с комбинацией суперпозиций падающей волны и рассеянной, конечно, волны, расходящейся от центра. Амплитуда рассеяния. Ну, давайте мы пишем выражение амплитуды рассеяния. Что у нас там осталось перед интегралом? Минус m на 2 pi h квадрат. Минус m на 2 pi h квадрат. Дальше интеграл пошел. Е в степени минус i kb. Мы ввели такой вектор kb r штрих. Е в степени минус i kb r штрих. Далее, v от r штрих, это потенциал рассеяния. Потенциал рассеяния. Дальше, psi от r штриха. d r штрих. Вот что осталось. И мы это все обозначили амплитудой рассеяния. Амплитуда рассеяния. Здесь kb, я напомню, это вектор kb, который можно назвать волновым вектором рассеянной плоской волны. Хотя, можно ведь запутаться вообще говоря. Я говорю о сферической волне. Вот здесь решение. Сферическая волна. И тут же начинаю говорить о плоской волне. Вот это вы должны нормально к этому относиться. Почему? Потому что во многом все зависит от того, как мы рассматриваем задачу. Повторяю, в прошлый раз мы говорили о том, что задачу рассеяния можно рассматривать как задачу переходов квантовых между состояниями плоская падающая волна и плоская рассеянная волна. Пожалуйста. Здесь же, видите, на решении бесконечности видим, что это есть комбинация плоской падающей волны и рассеянной сферической волны. Но это же решение мы можем рассматривать и через комбинацию плоских волн. Ниже мы этим тоже будем заниматься. Итак, КБ. Что такое КБ? Это вектор, который по величине равен К, а К у нас это плодовое число, интеграл движения в нашей задаче. Интеграл движения. Я напомню, что задачу кругового рассеяния, которую мы рассматриваем, у нас энергия H квадрат К квадрат на 2М или П квадрат на 2М. Это есть интеграл движения. Значит, К квадрат, а значит, К по модулю, константа, интеграл движения, К умножить на единичный вектор в направлении радиус вектор. И я напомню эту картинку для КБ. Вот у меня падающая волна, дальше волна рассеивается, и я рассматриваю рассеянные плоские волны. Для них КБ может быть любым волновой вектором рассеянной волны. Я соберу вектора КА, когда вектор волновой в падающей волне воду. КА. А вот КБ. Повторяю, что КБ может быть любым. КБ. Ну а чтобы дорисовать картинку, мы должны что сделать? Вот у меня вектор КБ направлен в направлении радиус вектора. Вот у меня падающая волна. Ну я рисую такую классическую картинку. Падающая волна, ну что сказать, частица, да? И вот она рассеивается. И где-то там, значит, при больших Ах, мы радиус вектор имеем, который как раз, ну лучше сказать, КБ будет направлен как раз по этому радиус вектору. Угол между векторами КА и КБ, угол ТТА, угол рассеяния, так мы и будем дальше говорить, угол рассеяния. Вот решение, причем, обратите внимание, это точное решение. Ну, в пределе, конечно, то есть это асимптотика, асимптотика, но это точно асимптотика. Никаких приближений, мы при этом, ну я имею в виду приближений, типа теории возмущения, не делаем. Никаких ограничений, кроме конечного радиуса действия сил, на силовой центр мы тоже не накладываем. Вот это, конечно, удивительный результат, удивительно, пока простоя, удивительно простая формула. Еще раз напомню, что речь здесь идет о сферической волне. Видите, здесь К без вектора, Р без вектора, а в падающей волне, я напомню, падающая волна, как выглядит Е в степени, И, К, А, Р здесь в вектора присутствует, конечно. Вектора. Ну и, наконец, сама структура этого выражения вполне так понятна. За счет, это сферическая волна, расходящаяся от центра. Ну, мы знаем, вот бросили камень, начинает волна расходиться, она такая, на море, ну, в порядке сферически симметричен, как бы, ну, в плоскости, на плоскости сферической симметрии, это, ну, такая, круговая. Кстати, амплитудой мы называем вот эту величину А, Б, которого Р не зависит, да, но на самом деле, вот единица Н, которая здесь присутствует, это тоже величина, которую, как бы, можно включить в амплитудный фактор. Ну, посмотрите, скажем, не амплитуду, а, скажем, интенсивность в рассеянной волне. Интенсивность, характеристик, это величина, которая квадратична по амплитуде, да, ну, и когда вы возьмете здесь квадрат этого слагаемого, так, ну, Ефтепеника квадрат модуля, Ефтепеника пропадет, останется А, Б, А, по модулю в квадрате, делить на Р в квадрате, на Р в квадрате, ну, и понятно, что площадь, ну, может, точнее, не площадь, а, ну да, площадь, площадь сферы радиуса Р, это будет величина, пропорциональный Р в квадрате, пропорциональный Р в квадрате, поэтому полная, интегральная интенсивностная характеристика, АТР зависеть не будет, ну, это будет соответствовать некому закону сохранения, вне зависимости от Р у вас интенсивности интеграннее, будет одна да包на, ну, то есть, это означает, что если вы двумя сферами окружите центр России, тарто! полная интенсивность интегральная, чтобы на одной сфере, что на другой сфере будет одинаково, нигде у вас интенсивность не теряется и не приобретается! Ну, а если говорить про интенсивность о своих характеристиках как мужскую мускулярном смысле, это что будет такое? это будет число рассеянных частиц, да, вот, ну, Это будет означать, что, короче говоря, число рассеянных частиц прошло через сферу радиуса, скажем, 10 сантиметров, и через сферу радиуса 1 километр будет одно и то же. Ну, если выполняются все наши условия. Ну, естественно, если рассеянные упругое. Дальше на что еще надо обратить внимание. Ну, вот здесь, видите, амплитуда. Амплитуда. Ее бы хорошо как бы посчитать. Хорошо бы научиться ее считать. Но для этого надо знать, на самом деле, видите, снова функцию Пси. То есть, на самом-то деле, мы же с вами и говорили, что речь идет не о решении, а о неком асимплитическом поведении решения. И вот вся неопределенность, связанная с тем, что мы фактически-то ведь не решили уравнение, она вот заключается в том, что выражение для амплитуды мы не найдем, пока, собственно, решение не найдем. Надо знать решение. Правда, интересно вот что. Что здесь мы рассматриваем большие расстояния от центра, да? Ну, а в амплитуду, в выражение для амплитуды, вот в этот интеграл, основной вклад вносит область как раз R' меньше порядка D. Меньше порядка D. То есть, область России, область целового центра. Почему? Ну, очевидно, что радиус D определяется чем? Характеристиками вот этого потенциала V, и то, что мы говорим о конечном радиусе 10, означает, что при H3 больше порядка D, у вас V, ну, грубо говоря, 0. Вот, что когда зарезает этот интеграл. Итак, а как же все-таки амплитуду-то считать? Ну, для этого надо вернуться обратно назад, к уравнению, интегральному уравнению оно у вас выписано. Я его переписывать не буду. Оно у вас выписано, это уравнение. Я просто напомню, что к уравнению у вас Псио Тр шкрик равняется падающая волна и плюс интеграл, вот. Интеграл какой? Там у вас в интеграле фигурирует потенциал Vr, пункция Псио Тр штрик, там фигурирует так. И фигурирует там еще фактор, с которым мы как раз разбирались. Е в степени И, К, R-R штрик по модулю, делить на R-R штрик по модулю. Вот, это интегральное уравнение нужно решать, и в теории рассеяния его решают с помощью метода последовательных приближений. Я буквально два слова тогда об этом скажу. Этот метод последовательных приближений вносит название бордовских приближений. Ну, в целом, можно говорить о бордовской теории рассеяния, в смысле применения вот этого метода последовательных приближений, предложенного Борном. Так вот, суть бордовского приближения, бордовского метода теории рассеяния состоит в том, что мы начинаем решать это интегральное уравнение, полагая на первом этапе волновую функцию Пси, вот, Р-R штрик под интегралом просто равной падающей волне, то есть, предполагая, вернее, заменяя решение нулевым приближением. Ну, это вообще-то тот метод, который типичен для любой теории возмущения. То есть, как бы на предыдущем этапе теории возмущения мы используем предыдущее приближение. Итак, на первом этапе нулевое приближение, на втором этапе первое приближение, ну и так далее. В результате мы получаем нерегулярную процедуру для поиска волновой функции, для поиска решения в любом приближении теории возмущения. Но, опять же, с каждым приближением мы связываем эффекты в порядках соответствующей степени по возмущению. Первое приближение, значит, эффекты первого порядка по возмущению, второе приближение эффекты второго порядка и так далее. На практике чаще всего ограничивается первым приближением теории помещения, первым приближением или первым Борновским приближением. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что правой частью этого интегрального уравнения вместо функции псида подставляет падающую волну. Ну вот давайте после этого экскурсия немножко назад, вернемся теперь к нашему выражению для амплитуды рассеяния и я напишу выражение для амплитуды рассеяния в первом Борновском приближении, в котором, еще раз повторяю, функцию пси я заменяю нулевым приближением, то есть падающей волной. Ну действительно, нулевое приближение, в котором мы полагаем, что возмущения вообще никакого нет, самого центра никакого нет, ну тогда решение будет падающая волна. Итак, первым Борновском приближении, первое приближение амплитуда рассеяния приближается в следующий вид, минус m на 2 pi h квадрат, интеграл, е в степени минус i kb r штрих, дальше v от r штрих, ну и падающая волна. А падающая волна, вот она у нас, е в степени i k r. И вот видите, сейчас в этом выражении для амплитуда рассеяния в первом Борновском приближении, эти две экспоненты, которые описывают, видите, падающую плоскую волну и рассеянную плоскую волну, они тут как раз встретились. Итак, е в степени i k a r штрих, dr штрих. Обратите внимание, что это за интеграл. У него фигурирует справа волновая функция, описывающая падающую волну, это волновая функция, описывающая рассеянную плоскую волну. Это фактически матричный элемент, матричный элемент оператора v, то есть потенциальная энергия рассеяния, или, говорят, потенциал рассеяния. И я его перепишу, это выражение, в следующем образе равняется, минус m на 2π h квадрат. Дальше матричный элемент, а я его запишу, ну давайте по-разному его запишем. Итак, v, k b, k a. Матричный элемент, ну в такой стандартной школьной форме, строчка-столбец. Ну а здесь удобнее, конечно, использовать дироковскую форму записи. Минус m на 2π h квадрат, k b, v, k a. То есть фактически амплитуда рассеяния с точностью до множителя совпадает с матричным элементом перехода. С матричным элементом перехода. Какого перехода? Ну и состояние начального k в конечную k b. Далее, далее, смотрим. Ну, во-первых, эти экспоненты можно объединить в одну. Так, я введу вектор, я его обозначу так, ку равный k b минус k a. Ку. Это волновой вектор рассеяния, вот так можно назвать. Ну, кстати, давайте сразу о нем поговорим. Кстати, вот это вот обозначение ку в теории рассеяния очень популярно. Волновой вектор в теории рассеяния очень часто обозначают ку. Ну, на самом деле, реально вот в статьях, в книжках по теории рассеяния у вас вообще ка и ку будут все время повторяться. Большие буквы ку, маленькие буквы ку, большие буквы ка, маленькие буквы ка. Вот к этому, это нужно иметь в виду, это стандартный язык, как в теории рассеяния, в том, что касается вот импульсов, ну и точнее говоря, квазиимпульсов. Эти величины ка или ку часто называют квазиимпульсами. Напоминаю, что с импульсом ка связано очень просто. b равняется hk. b равняется hk. Собственно, поэтому иногда и ка называют квазиимпульсом, ну или воловой вектор. Вот видите треугольничек у меня нарисован здесь, да? Вектор ку, это что за вектор? Вот он, вот это вектор ку. Ясно, что величина вектора ку будет определяться чем? Ну, во-первых, величиной вектора ка или ка-б, у них величина одинаковая, просто ка. Ну и углом тета. Углом тета. Значит, куб по модулю, смотрим, это 2k синус тета пополам, да? Вот так вот. Синус тета пополам, если я не ошибаюсь. Из треугольчика. Куб по модулю, 2k синус тета пополам. Ну вот, я еще раз призываю вас аккуратнее писать стрелки или не писать их там, где не надо. Вверху у меня векторное соотношение, внизу, влечу, где-то в абсолютное влечение вектора ку. Итак, величина вектора ку пропорционально ка, конечно, но зависит от угла тета. В каком-то смысле я теперь могу амплитуду рассеяния записать следующим образом. Смотрите, АВА, я могу записать так. АВА от Q. АВА от Q. Это равняется минус М на 2ПН2. Ну а дальше что? Если я объединяю эти экспоненты, вводя вектор ку, здесь будет Е в степени минус И, Ку, Ку, Р штрих. Интеграл. Е в степени минус И, Ку, Р штрих, В от Р штрих, Д Р штрих. Вектора везде пишите. Ну а что это за интеграл? Это фактически фурье компонента потенциала рассеяния. Фурье компонента потенциала рассеяния. И очень часто это выражение так пишут. Минус М на 2ПН2. То есть фактически мы видим, что амплитуда рассеяния совпадает с фурье компонентом потенциала рассеяния. Ну с точностью опять же повторяем на множителе, м на 2ПН2. Амплитуда рассеяния. Рассмотрим такой частный случай рассеяния. Ку равно нулю. Если Ку равно нулю, это речка Б совпадает с Ка. Это рассеяние вперед. Между прочим, очень важная характеристика. Рассеяние вперед. Ну, кстати, можно рассеяние назад рассматривать. Когда у вас Ка Б равняется минус Ка. Когда Ку будет равняться фактически... Если Ка Б будет минус 2 Ка. Другую сторону будет направлен в зеркале. Итак, Ку равно нулю. Это рассеяние вперед в этом направлении. Тогда амплитуда рассеяния вперед. Амплитуда рассеяния вперед. А, В, А от нуля. Будет минус М на 2ПН2. Дальше В от нуля. Но я распишу в явном виде. В от нуля. Ну, здесь просто единичка будет вместо экспонента. И будет В от Др штрих Др штрих. Вот обратите внимание, что потенциал рассеяния... Ну, как-то мы с вами... Какие потенциалы бы не рассматривали. Во всяких задачках наших, да, так вот, ну, там, в атоме, водорода, вот, скажем... Центральные всякие потенциалы. Гармонический осциллятор, ротатор и так далее. Наши все потенциалы были вещественными. Это очень важно. Вещественными были. Ну, вот, очевидно, потому что они к нам в квантовую механику попали из классики. Ну, а в классике это... Мы с вами договорились, что уравнение с жирением, где-то мы используем для В просто потенциальную энергию. То есть, то есть, это чистое выражение. Ну, а ясно, что это будет действительно вещественная шунция. Поэтому амплитуда рассеяния вперед очевидна вещественна. Вещественна. Это очень важный результат. Амплитуда рассеяния вперед... Я ниже его так запишу. Мнимая часть амплитуды рассеяния вперед равняется нулю. Вот здесь вот поставим восклицательные знаки, потому что это неправильный результат. Ответ неверный. Ну, то есть, он верный, видите. Вот, посмотрим сюда. Конечно, верный. Интеграл от вещественной функции будет вещественным. Вот, и мнимая часть рассеяния вперед будет равна нулю. Но ниже мы с вами докажем так называемую оптическую теорему, строгую теорему, которая будет гласить, что полное сечение рассеяния пропорционально мнимой части амплитуда рассеяния вперед. Ну, если минимая часть амплитуда рассеяния вперед, нулю равна, так и полное сечение рассеяния тоже равна нулю. Но это уже не может быть, оно может быть больше и меньше. Но если есть центр рассеяния, то сечение рассеяния полное, то есть интегральное. Конечно, будет отлично отгулять. Но в чем проблема здесь? А проблема в том, что этот результат получен в первом борновском приближении. Вот это я напомню. Еще раз напишите, вот здесь внизу. Первое борновское приближение. Это сразу о чем будет говорить? О том, что первое борновское приближение, строго говоря, некорректно. Но тем не менее, большинство результатов, полученных в теориях памяти и теориях сведения, полученных именно в этом первом борновском приближении. Более того, в этом первом борновском приближении удается получать точные результаты. Точные результаты, как ни странно, видите? Хотя еще раз повторяю, что есть простые соображения, которые говорят, что оно вообще говоря, некорректно. Ну, о чем это говорит? Ну, это говорит о том, что к первому борновскому приближению нужно просто очень аккуратно относиться, осторожно, осторожно. То есть можно подскользнуться и получить неправильные результаты. Но, повторяю, где-то первое борновское приближение работает прекрасно. Может такое быть? Да, в общем, вполне. Любая методика, тем более приближенная ведь, первое борновское приближение, любая методика, она приближенная, она вполне очевидна. Где-то может работать прекрасно. Вот что это будет означать? Будет означать, что все остальные слагаемые, там, второе приближение, третье, пятое, десятое, не сработают, а сработает только первое. Но где-то нет, на них будет учитывать и второе, и третье, и пятое, и так далее. И первое приближение будет не гореть. Вот с такой ситуацией в антомеханике мы очень часто сталкиваемся. Мы с вами на практике, скажем, рассматриваем теорию исторического поля. Мы видим, что там гигантский ряд бесконечный, но если мы начнем рассматривать теорию исторического поля для конкретных, скажем, BF-электронов, то из этого ряда бесконечно срабатывают, то есть не нулевой результат, но только конечный, это какое число слагаемое, с минимальными значениями, скажем, там, K, как мы там писали, с ума пока. Вот. Ну и вернемся назад. Итак, амплитуда рассеяния вперед, первоборгическое приближение вещественное. Кстати, давайте еще введем одну величину, так, чтобы, собственно, для того, чтобы произнести термин, очень популярный в теории рассеяния, форм-фактор. Форм-фактор рассеяния. Что это такое, форм-фактор рассеяния? F, я его назначу, F, Q, это есть отношение, это нормированная амплитуда рассеяния. Это A от Q, делить на A от 0. Нормированная амплитуда рассеяния. Нормированная амплитуда рассеяния. Форм-фактор, говорят, рассеяния. Кстати, обратите внимание, что, видите, вот, посмотрим вот на это выражение для амплитуда рассеяния. В нем мы видим, что каждый элемент в области, ну, каждый элемент объема, что ли, да, DR, в область действия сил рассеяния вносит вклад в амплитуду рассеяния пропорциональный потенциалу B, ну, соответствующий области, да, ну, или в точке, да, среднему потенциалу этой области. Но с фазовым множителем, видите, с неким фазовым множителем. Что это означает? Ну, во-первых, смотрите, этот фазовый множитель может быть равен единичке, как в случае амплитуды рассеяния вперед, когда по равному нулю. Что это означает? Это означает, что все элементарные объемчики в области действия потенциала России вклад в амплитуду рассеяния вносят в фазе. Мы имеем дело с, ну, как бы, конструктивной интерференцией этих вкладов. Конструктивная интерференция. Ну, конструктивная, ну, положительная, да, когда интерференция дает некий суммарный, ну, максимальный эффект. Но эта интерференция может быть деструктивной, в том смысле, что при этой интерференции элементы объема друг друга начнут гасить. Ну, а в общем случае мы имеем дело с некой интерференцией этих вкладов. Вот за счет этого фактора, если бы не минус и ул. Вот, видите, мы заодно, кроме слова про фактор, проговорили еще пару слов, хотя я думаю, что понятие конструктивной и деструктивной интерференции, значит, это понятие из классики вообще-то, вам нужно быть знакомы. Но очень важное, кстати, понятие, очень важное понятие в физике. Что дальше еще можно сказать? Ну, амплитуда рассеяния, видите, я еще раз напомню, она практически пропорциональна матричному элементу перехода из одного состояния, начального, в конечное состояние, переход в конечную плоскую волну, как бы. И тем самым мы можем уже сейчас установить некую связь между двумя способами анализа задачи рассеяния. Мы с вами выбрали стационарный вариант решения уравнения Шридингера. Можно было бы выбрать нестационарную теорию смущений, то есть рассматривать теорию квантовых переходов. Ну и понятно, что там появился бы вот такой матричный элемент обязательно. И вероятность перехода была бы пропорциональна квадрату модуля этого матричного элемента. Ну, кстати, давайте-ка до вероятности перейдем. Дело в том, что амплитуда рассеяния, это же величина ненаблюдаемая. Ненаблюдаемая, типа вот, это амплитудная характеристика. Видите, она входит в выражение для волновой функции. Ну, а мы знаем, что волновая функция – это величина, как и ненаблюдаемая. Наблюдаемая является квадрат модуля, ну, или какие-то другие там величины, связанные с волновой функцией. Поэтому давайте рассмотрим вероятность переходов. Ну, а в теории упругого рассеяния говорят не о вероятности перехода, а говорят о сечении рассеяния. Мы с вами сейчас определим дифференциальное сечение рассеяния. Но, правда, что мы сейчас определим? Вы же его тоже должны знать уже из общей физики, из механик и сечения рассеяния. Мы вводим два понятия – дифференциальное сечение рассеяния и интегральное сечение рассеяния. Что такое дифференциальное сечение рассеяния? Ну, давайте представим себе поток падающих частиц и поток рассеянных частиц. Итак, дифференциальное сечение рассеяния – это отношение числа рассеянных в единицу времени в элемент телесного угла, отсюда слово дифференциальный, частиц, плотности потока падающих частиц. Итак, это отношение числа рассеянных в единицу времени в элемент телесного угла частиц плотности потока падающих частиц. Так, дифференциальное сечение рассеяния – отношение числа рассеянных в единицу времени в элемент телесного угла частиц плотности потока падающих частиц. Ну, давайте это дифференциальное сечение рассеяния мы с вами просто рассчитаем. Рассчитаем, причем наша задача выразить деференциальное смещение рассеяния через амплитуду рассеяния. Причем мы с вами работаем по оболчанию как раз в условиях, когда работает это приближение. То есть мы рассматриваем решение на больших расстояниях от целого центра. Я в прошлый раз вам говорил, что практически во всех ситуациях, ну я имею в виду экспериментальные ситуации, это условие выполняется всегда. Итак, деференциальное смещение рассеяния. Я нарисую картинку, ну вот, я думаю, что она вам более-менее будет знакома. Итак, я рисую телесный угол, телесный угол D-омега. И меня будет интересовать, фактически число частиц, прошедших в единицу времени в элементе телесного угла, значит, прошедших через вот эту вот площадочку, да, D-S. Площадочка D-S. Вот эта вот площадочка D-S. Площадочка D-S. Чему равна эта площадочка? Ну я ее выберу красивую, эту площадку, так, чтобы вектор нормальный, совпадал с радиусом вектором, да. И вот, тогда тут никаких углов там у меня не войдет, все будет прекрасно. И тогда D-S будет равняться R квадрат D-омега. R квадрат D-омега. Ну вот. А теперь что нужно сделать? Нам надо просчитать число частиц, прошедших в единицу времени, вот в этой, через эту площадочку. Через эту площадку. Для этого нам надо вспомнить, ведь не даром все же, все вцепляется, да, дружкой за дружкой. Вот в школе вначале вы там 2-4 проходите, да, потом 2 в квадрате, там, потом интеграл, и врицательный ургей, и пришли, и так далее. Вот, зачем вы это делаете? Вы, вот учительницу спросите в школе, каждый раз спрашивает, ну зачем нам это надо? Нам нужно ответить, что вот, а когда-то, у кого-то пораньше, куда-то попозже. Ведет час. И так, ну вот для этого надо вспомнить, я почему планю там вспомнить, что такое плотность потока вероятности. Плотность потока вероятности. То есть, нам нужно для того, чтобы посчитать число частиц, прошедших через эту площадочку, надо сделать вот, что, смотри, dn, я обозначу это число частиц, для того, что такое будет, надо взять, ну, площадочку, конечно, вот, r квадрат, d вега, и умножить на радиальную плотность потока вероятности. То есть, поток вероятности, плотность потока вероятности, это же вектор, да? Надо взять радиальную компоненту, то есть, компонент его в направлении, радиус вега, да? Это будет идем r, я ее обозначу, радиальный компонент, так? Ну, а дальше, ds, то есть r квадрат, d омега. r квадрат, d омега. Вот, как мы посчитаем число частиц, прошедших через эту площадку? Ну, давайте найдем величину r, кстати, вот через эту величину как раз и попадет амплитуда вероятности сейчас. Вот у нас решение, видите, как выглядит, так? Вот решение выглядит. Ну, давайте брать эту производную, то есть, считать плотность потока вероятности. Я напомню, что плотность потока вероятности, ну, радиальную компоненту я сразу запишу, jr равняется m, нет, h на 2m, так я вспоминаю просто на выражении. Дальше, это радиальный компонент, да, значит, надо взять psi, да, комплексно сопряженные, дальше, d по d r, psi, минус psi, d по d r, psi комплексно сопряженные. Причем рассчитать эту величину нужно для вот этой второй части, то есть для рассеянной волны, для рассеянной волны. нам нужна вероятность и числа рассеянных частиц. Значит, вот я беру эту часть как раз, да, ну, давайте посмотрим, здесь производную брать-то сложно, потому что вот, от R зависит здесь, здесь числитель, лишь знаменатель тоже зависит от R. Ну, легко сообразить, что если вы начнете брать производную по R, да, то вот эти два слагаемых, они друг друга просто компенсируют. И дело в том, что не компенсация этих двух кладов, она связана обязательно вот с комплексностью функции. То есть она в данном случае будет связана с производной числителя, а не с знаменателем. Поэтому я даже вклад в производную числителя и рассматривать не буду, просто рассмотрю вклад вот этой производной. И что я получу? Ну, единица nr так останется здесь, единица nr останется, причем в квадрате, здесь, видите, два раза, все, входит. Дальше, a, b, a по модулю в квадрате войдет. a, b, a по модулю в квадрате. Ну, и производная, вот, е степени и, k, r, и, k. Здесь, здесь минус и, k, но здесь еще минус 2 и, k будет 2 и, k. И поэтому я ответный хочу сразу, это будет так. 2 и, вот это вот, сокращается. h, k на m будет, ну, h, k это p, p на m это v. Скорость, вот она, скорость, а, не надо, радиальная скорость, b, m. Так, дальше, причем модуль скорости, модуль скорости, а здесь умножить. Так, a, b, a по модулю в квадрате. Квадратом литуда рассеяния. Вот так, а что еще у меня? А, иниция, наверное, в квадрате еще, конечно. Иниция, наверное, в квадрате. Все, больше ничего не будет есть. Ну, а дальше я, что делаю? Подставляю сюда все это в dn и нахожу, что dn, а, ну, мне, значит, мне же надо не dn, как бы, а дифференциальное свечение рассеяния, ds, это отношение, я сейчас берусь к этому, это отношение числа рассеянных в единицу времени, там, элемент телесного угла, плотности потока падающих частиц. Итак, я пишу, ds, это дифференциальное свечение. Дальше равняется dn, это как раз отношение, это то самое, первая половина определения, число частиц, прошедших в единицу времени, в элемент телесного угла, плотности потока падающих. А вот плотность потока падающих частиц для fr, то есть для плоских полупадающих, мы с вами считали, это было равно скорости носительного движения. v, то есть самый, модуль v у меня сохраняется. Итак, модуль v, вот он. Значит, v сокращается, m квадрат сокращается, и ответ будет суперпростым. это a, b, a по модулю в квадрате, по модулю в квадрате, на d омега. На d омега. Знаменитая формула, определяющая дифференциальное сечение рассеяния. Ну, и ее очень часто пишут по-другому. Ее очень часто пишут в виде вот таком. ds по d омега равняется, а, b, a по модулю в квадрате. Вот так. Давайте сделаем перехв. Давайте. Вот чернодочек где-то, какой сюжет по вестям, что дшо, показывают. Ну, такой, я не знаю, что это такое на счет того, не выпускники а магистры почти выпускники филологических московских вузов они все университеты сейчас они такого педагогического профиля кому школу магистры последний курс и вы спрашивают у кого ряду к зеленых кто написал откуда вообще-то не один мог ответить дальше спрашивают кто убил пушкин дотесс сразу же говорят вот на счету убийства сразу все а яблотова и все вот такая реакция у всех причем подряд мальчики девочки мальчик готов показать у девочки не нужно посмотреть мальчик вообще просто молчал как партизан да все потом не хочу учиться хочу жениться они видимо все думают что это же народ и слова народ и музыка нет никто ничего я думаю что после этого знаете какой вывод сделать наше министерство кто убил пушкина вот написано там лермонтов с николай потом донсас и какой-то еще там я не знаю киркоров вот они будут выбирать и результате все эти пяти курсе или магистры филологического факультета прекрасно будут на игре отвечать уж они будут тебе готовиться так но вывод очень простой и вот вам уже будет сделать надо вести егэ и тогда все будет нормально если учесть что нашим егэ и вообще рос обр надзором потом егэ занимаются руководила дома левого она сейчас не руководит я помню уже говорил об этом а нашу жизнь занималась проведи организации проведением лотереи лотереи нормально ты его сделал ну и вот такая же ситуация сделайте егэ все будет якобы нормально внешне но по сути то ведь ничего не изменится потому что они заучат все убил там пушкина так или вербута в конце концов тоже запомнил правильно говорила солженицына вот недавно тоже показывает с ней сюжет солженицына она говорит что это егэ в америку мы же от америке как бы это взяли вот у них вот это тестирование проводится но как она сказала ни один даже колледж сами захудал и не принимая студенты по итогам только некое у нас как всегда мы говорим ну выше вот как на передовом западе у нас равняемся на передовую демократию так далее навсегда если демократии демократии так далее всех институтов мы выбираем только то что нам больше подходит наших начальникам она всегда урезанная в пользу начальник а я почему об этом все говорю сейчас на чёрном прохожу монеты на пятом у вас русского языка что где-то только что был участок там написано слова творог порог с удаления а в комментариях вот каким итогом по русским языком знаете что пишут я в том что егэ по русскому языку в среднем сдали на хорошо или лучше да по россии очень много там порядка 50 процентов по русскому языку а вот по математике и физике в два раза позже по физике по математике в три раза хуже сдали по физике в 2 поэтому там был этот такой учет вы пристали к этим филологом это в русском языку и так далее вы посмотрите на физику и математику что с ней творится итак вы получили выражение для дифференциального сечения вот именно эта величина при царе сечение россии как раз измеряется на эксперименте спасибо подэмик как она измеряется очень просто вы берете вот у вас центр россии это вы его круга кружаете сферой делаете там окошечко так окошечко без без как раз так и считаете частицы проходящие через это окошко расположена под углом определенный вид у голосе нет это вы все сканируете по сфере там и ловите частицы которые рассеются под разными углами это и фея полярами землянтального удобства вот эту идею очень простая поэтому дифференциальное сечение россии на практике но она определяется видеть через куда отмодуль афритуды рассеяния формула очень простая отсюда я могу найти фактически у нас в россии как-то сравнивать это все с теорией скажем так или наоборот найдя амплитуду рассеяния я могу каким-то образом восстановить ну по крайней мере приближенный как потенциал россии узнать потенциал россии если он мне заранее неизвестен ну скажем случае ядерных сил ну давайте какие-нибудь рассмотрим частные примеры мы рассмотрим с вами фактически один частный пример это россиян центральном поле и так упругая сели в центральном поле россии не центральную поле ну что ну мы начнем прямо вот с выражение для амплитуды россии не вода на выражение для амплитуды россии даже что мы делаем вырубер пусть у меня будет центральным полем что означает центральное поле эту формулу можно переписать кстати вот эти вот буковки б а часто не пишут амплитуды россии если у вас написано аутку например этого достаточно потому что куда как раз характеризует у вас как бы да иначе не конечное состояние сразу же поэтому часто вот это вот оба не пишут здесь и так этим не будет писать оба минус м до 2 пи h квадрат интеграл и вот здесь сейчас я центральное поле виду то есть я стрелку вектора р штык убираю поле будет сразу центральный минус и у р штык веку р штрих модуля значит п.р. штык дальше перехожу серийскую систему координат сразу же так расписываю дэш ты это р штрих квадрате д.р. штрих д омега д.р. штрих не буду писать понятно очень далее я сосчитаю этот интеграл системе координат где ось z направлено по пу вот это очень важный момент я ведь я направляю пользу z по пу параллельно и расписываю скалярное произведение здесь это будет п.р. штрих модуль на посинус угла между ними то посинус угла между ними это и будет как раз угол это косинус тета который входит в д омега ну это не угол россии просто обозначен я уж не буду полярный всегда в цирической системе обозначается тендер по-другому как-то обозначать и так в результате я получу вот что минус м на 2 и аж в играл и в степени минус и минус и у модуль р штрих модуль осинус тета осинус тета так как человек от р штрих р штрих квадрате д макс х и да и в гиго вот угол это кого ты омега может тогда взять и так и так и у нас ничего не зависит по дефе сразу беру интегрирует интегрирую 2 и получаю так по d это здесь войдет синус тета д д д но здесь у меня зависит потенциальная функция только косинус это ну а синус это д д д это минус д косинус это за и поэтому интеграл нужно взять очень простой вот такой вот я выпишу интеграл и в степени минус и ур шрик x вот так вот да д x вот это интеграл с минусом правда вот такой интеграл надо взять это проще на 2 пи умножить из-за интегрирования азимутального угла кстати обратите внимание что от азимутального угла у нас ничего зависит вообще не будет в этом случае от азимутального угла здесь у меня это переменное интегрирование от этой фи задачи упругого рассеяния это полярные азимутальные углы рассеяния пока я не забуду вообще-то я сказал правильную фразу итак ну а этот интеграл я считаю это есть минус значит надо поделить на то что вот здесь перед иксом здесь еще раз минус поэтому будет единица на и у штрих дальше значит есть степени и на пределах предел идет здесь минус единица плюс единица тогда и я в степени я попробую посчитать запас посчитать значит на верхней пределе минус единица 3 на нижнем я в степени плюс и и минус разница до 2 и синус минус 2 и синус и так это будет так пишу минус 2 и синус куэр штрих 2 и синус все посчитал и сокращается и сократится р штрих одно сократится то есть вот здесь еще р штрих может быть одну степень выбросить и я пишу ответ итак ответ для амплитуды рассеяния так выше вот сюда перейду амплитуда рассеяния а подку подравняться значит что у меня здесь будет двойка двойка сократится у будет будет м минус м а тут еще минус еда все-таки плюс будет и так пи h квадрат у это я за знаки граната сайте только по р штрих вот такого вида и наград будет есть степени а нет я в степени у меня уже пропала синус от него остался у меня синус синус qr ну кстати вот здесь штрихта под интегралом можно и убрать просто из экономии оставлю р просто так ну где же интегрирование по нему синус qr дальше что мне будет в отр в отр р др и от 0 до бесконечности здесь значит синус qr в отр рдр рдр ну штыки можете поставить вот такой результат мы получили что-то означает но мы видим что фактически амплитуда рассеяния только от модуля q зависит зависит вот первый главный результат то есть при рассеянии центральном поле амплитуда рассеяния от азимутального угла россии не зависит зависит только от полярного луна почему потому что модуль q это есть 2k синус это пополам то есть фактически получаю что то есть а от модуля q очевидно потому что ведь уважая амплитуда россия не выражается через курьер компоненту потенциала россии но если потенциал россияни центральный то фури компонента тоже будет центральный только в своем пространстве вот эту форму можно использовать уже на практике ну давайте для практике рассмотрим россияне кулоновском поле итак россиян в кулоновском поле . формула резерфорда россиини клубовском поле формула резерфорда мы сейчас получим знаменитую формула резерфорда которая классика вообще говоря работы так это известна в классике полученные чистыми методами и покажем что на самом деле в классическая формула резерфорда совпадет с тем что мы сейчас получим в первом городском приближении и формула резерфорда это точная формула как ни странно то есть интересно что в этом случае в россии не в клоновском поле классик квантовая механика но первом горнавском приближении совпадут и совпадут с точным результатом Как ни странно. Итак, поехали. Пусть у меня ВОД будет кулоновский потенциал. Итак, ВОД будет кулоновский потенциал. Ну, как его обычно записывают? Я, чтобы получить формулу, совпадающую с классической, рассмотрю ситуацию такую. У вас есть две заряженные частицы с зарядами Z1E и Z2E. Ну, одна из них очень тяжелая, ну, ядро предположим, да, а вторая легкая. Мы с вами договорились, что у нас силовой ценность неподвижен, а в классике это будет соответствовать взаимодействию частицы легкой с супертяжелой такой частицей. Итак, кулоновское взаимодействие, это вот так выглядит, смотрите. Это будет Z1Z2E2 на N кулоновский потенциал. Дальше что мы делаем? Ну, вот я теперь просто беру этот потенциал сюда, подставляю, вот сюда. ВОД, кстати, здесь обратите внимание. Если потенциал ВОД пропорционально не единица на R, то здесь, оп, R и R сокращаются, и интеграл становится странный, такой синус в R. Интеграл от нуля до бесконечности. Интересный очень интеграл. Смотрите, я вот сейчас нарисую под интегральную функцию. Вот у вас R меняется от нуля до бесконечности, да, вот так, ну где-то там бесконечности в коридоре. А дальше я рисую под интегральную функцию. Ну вот она синуской останется только. Ну и как такой интеграл посчитать? Какой нулю же Раин? Что? Какой же нулю вроде Раин? Это все зависит от того, где вы остановитесь. Видите, вот здесь я остановлюсь, так ноль получу, а вот здесь остановлюсь уже не ноль, здесь не ноль, здесь опять ноль и так далее. То есть это интегралы, которые, ну, как говорят математики, надо брать в смысле главного значения. В смысле главного значения. Мы рассчитаем этот интеграл по-своему, как физики. Но для этого мне нужно немножко испортить потенциал. Что? В чем проблема-то на самом деле? Но обратите внимание, в чем проблема. Здесь у вас эта особенность появляется в случае, если потенциал чисто кулоновский, не цена-р. Только тогда у вас эры сокращаются. Я скажу, что съеду скоро, интеграл становится неопределенным. Ну, а если вы возьмете и испортите немножко кулоновский потенциал, заэкранируйте его. То есть, короче говоря, сделайте его недальнодействующим, ведь кулоновский потенциал – это дальнодействующий потенциал. И, строго говоря, вот наша теория к нему-то и не особенно применима. Для кулоновского потенциала нет конечного радиуса действия сил. И не цена-р потенциал дальнодействующий. Медленно спадающий со расстояния. Это же не экспонента какая-нибудь вам. А, кстати, я про экспоненту заговорил. Давайте мы экспоненту притянем сюда, так? То есть, я введу так называемый экранированный кулоновский потенциал. Перенормирую потенциал. Вот, В – это истинный потенциал. А я введу теперь В, Ц, кулоновый. Вот буква Ц – это… А, Синь, Синь, Синь назвать. От фамилии кулоновый. Вверху напишу экранированный. Я, вот, опять рязанский вариант. Тут по-английски, да, коверрую. Хочу по-русски написать. Ну, ладно, давай тогда я со звездой напишу. Это вот экранированный кулоновский потенциал. И вот таким образом я вот что сделаю. Беру обычный кулоновский потенциал. Вот, если я внуку Ц – это напишу. Синь. Кулоновский потенциал. Беру обычный кулоновский потенциал, единица на r, и умножаю на е в степени минус r, делить на r0. r0 – радиус экранировки будет. Ну, понятно, что, видите, если я ввожу здесь экспоненту, а ну, я зарезаю сразу в значение функции, при r больше r0 в данном случае. То есть экспоненциальное спадание у меня за r0 начинается, да? Но, обратите внимание, что я могу вернуться, спокойно могу вернуться снова кулоновскому потенциалу. Каким образом? А просто возьмите и r0 сделайте равным, устремите к бесконечности. То есть сделайте очень большим. Очень большим. Ну, кстати, если говорить о практике, то кулоновский потенциал, единица на r, это, конечно, абстракция такая. Почему? Потому что в реальных системах, конечно, у вас всегда есть экранировка. То есть всегда есть какие-то, вот если вы рассматриваете один заряд, да? Вы представляете себе изолированный один заряд. Ну, нельзя такого представить. Это можно такой, я так вот, в уме, как говорится. На самом деле, практически вы всегда имеете дело со средой, а в среде всегда есть экранировка. Поэтому экранированный потенциал, на самом деле, это практически-то более интересный случай, как у нас. Это более практически важный, это более часто и реализуемый на практике потенциал. Но, тем не менее, могу вернуться к истинному, стремив к бесконечности. И теперь подставляю сюда. У меня что остается? Интеграл типа sin2, ну, r снова сокращается, и экспоненты. Ну, такой интеграл я посчитаю. Каким образом? Ну, я просто возьму синус qr, снова обратно распишу. Синус qr, распишу так, единица на 2i, e в степени iqr, минус e в степени минус iqr. Вот так вот. Снова вернусь обратно. Дальше. Экспонент у меня здесь появится, e в степени минус n, я объединяю с этими экспонентами, так, и у меня фактически будет два интеграла от экспонент, ну, я их сочетаю, это значит, ну, просто. Итак, ответ. Что у меня получится? Итак, значит, амплитуда а в q, уже модуля q, будет m на pi h квадрат q, дальше, ну, единицы на 2i, всякие вот эти вот z1, z2, e квадрат, z1, z2, e квадрат, дальше единицы на 2i, ну, а дальше от интегралов, от экспонент, у меня такая появится, значит, ну, во-первых, надо будет единицы на коэффициент передел в показателе, да, ну, и потом сама экспонента на верхнем пределе и нижнем, на верхнем пределе бесконечность предела верхней, да, вот здесь обратите внимание, теперь начинает срабатывать наша экранировка, то есть у меня после интегрирования, вот я давайте здесь запишу, вот такого типа интеграла, здесь появится, e в степени плюс-минус и qr, а, даже так давайте сделаем, минус единица на r0, r, вот такого типа интеграл, нуля до бесконечности, dr, вот, что-то нужно считать, значит, коэффициент перед r в показателе, единица на него, да, и экспонента снова, на верхнем пределе, вот здесь верхний предел смотрим, при р стремящемся к бесконечности, вот за счет этого экранирующего фактора, у вас как раз на верхнем пределе интеграл-то зарежется, в ноль идет, вот для чего, собственно, экранировка-то здесь вводилась, проблема-то была и с расчетом интеграла на бесконечности, там не пределность возникала, а мы сейчас бесконечности завязаем, вводя вот этот экранирующий фактор, ну а на нижнем пределе проблем нет, r равно 0, единичка просто будет, со знаком минус, и поэтому в результате, вот что мы получим, можно этот минус сразу, вот я вот здесь учитываю минус, так, и пишу ответ, значит, что множить, здесь 2 будет, 2 фактора, единица на, значит, есть степени паха, плюс, и пу, минус единица на r0, и второй будет минус, единица на, минус и куб, минус единица на r0, все, вот так правильно взял, да, наверху пределись, а там минус учел, здесь и все, так, ну это мы считаем, все это равняется, смотрим, равняется, равняется, значит, значит, вот этот общий знаменатель, я давайте отдельно посчитаю, здесь у меня, а, вот здесь вот сумма, я минус, так, оп, оп, вот так, дальше, вот здесь вот сумма, а здесь разность, ну я, сумма разность, значит, это будет ответ, единица на r0 в квадрате, так, единица на r0 в квадрате, а, на разность, ну ладно, я знак уже не поменяю, и q в квадрате, вот так, минус q в квадрате, и минус, я забыл, надо было вначале q в квадрате записать, а вот это вот минус, ну ладно, а верху, значит, что у меня будет, а верху, вот что будет, это пойдет сюда, это пойдет сюда, единица на r0, сглопнуться, 2 и q, будет 2 и q, да я еще минус, забыл, минус 2 и q, вот так, значит, что у меня, q сокращается, 2 и сокращается, и минус сокращается, и ответ выглядит следующим образом, амплитуда рассеяния, а от q, равняется, значит, m, pi h квадрат, так, z1, z2, e квадрат, значит, это все сокращается, q не сократилось, да, и единица, на, а, здесь все-таки разница, так будет, ну хорошо, единица на r0 в квадрате, минус q в квадрате, вот, что я получил для амплитуды рассеяния, ну я повторю, что амплитуда рассеяния, это как бы не наблюдаем, или что, на нас и пересет сечение рассеяния, ну давайте, во-первых, я вот что сделаю, вернусь к истинному, теперь, кулоновскому потенциалу, на самом деле, он как бы все равно, останется, теперь у меня, экранированный, но, радиус экранировки, будет очень большим, я устремляю r0, к бесконечности, тогда эта история просто пропадает у меня, и амплитуда рассеяния, при пусть стремящемся к бесконечности, то есть, для истинного кулоновского потенциала, вот так выглядит, аут q будет равняться, минус m, z1, z2, e квадрат, на пи, h квадрат, q квадрат, вот, вот как она будет выглядеть, амплитуда рассеяния, ну, а теперь, дифференциальное сечение рассеяния пишем, то, что и дает нам знаменитую формулу Розерфорда, и так, дифференциальное сечение рассеяния пишем, d сигма по d омега, для полоновского потенциала, ну, минус здесь, не важно, значит, будет так, m, z1, z2, e квадрат, пи, и все это в квадрате, в квадрате, ну, а дальше будет единица, на h, q, в четвертой степени, h, q, в четвертой степени, ну, давайте сделаем вот что, вот, h, я перепишу, через угол рассеяния, прямо, помните, q было у меня, это 2k, синус тета пополам, где-то, угол рассеяния, полярный угол рассеяния, дальше я учу, что следующее, вот здесь видите, входит h, но, я напомню, что h на волновой вектор, это импульс, вот что такое hq, q, это переданный волновой вектор, при рассеянии, а hq, это переданный импульс, при рассеянии, и так, ну, а вот это k, это вообще модуль импульса, ну, точнее, квази импульса, который вообще не меняется, при упругом рассеянии, hk, это будет импульс по модулю, который не меняется, при упругом рассеянии, и поэтому, окончательная формула, для сечения, рассеяния, она, примет следующий вид, собственно, ее и называют, формулой резерфорда, потому что, резерфорд ее получил, именно в таком виде, дело в том, что у резерфорда же, конечно, не могло появиться, постоянный планка, ну, так ее и не было, и формула, выглядела у резерфорда, следующим образом, m, z1, z2, e квадрат, p, квадрат, m, а вот здесь, значит, будет, фактически, ну, подставляем, значит, 2 в четвертый, это 2 в четвертый, сейчас, раз, дальше, hk, p, означает просто, и синус в четвертый, дета, и так, единица на 16, p в четвертой, синус в четвертой степени, дета пополам, вот это знаменитая формула резерфорда, он ее получил в рамках классической физики, мы ее получили в рамках квантовой механики, при использовании первого ворнерского приближения, видите, здесь нет поставленной планка, то есть, это формула, значит, и в классике, просто, в принципе, предел делая, h, устремляя к нулю, мы получаем классическую формулу, вот это классическая формула резерфорда, обратите внимание здесь, вот на этот фактор, видите, p в четвертый, синус четвертый, тета в знаменателе, это можно, конечно, проверять все, вот этот фактор, очень широко используется на практике, сам по себе, то есть, как бы эта формула носит еще такой чисто качественный характер еще, качественный характер, то есть, ясно, что чем больше p, так, чем больше p у вас, тем сечение меньше, финансальное сечение меньше, ну и вот угла тета зависимость, обратите внимание, такая очень интересная, угла тета, при тета стремящемся к нулю, расходимость наблюдается, расходимость, то есть, ну, как это можно трактовать, ну, повторяю, что формула А получается в рамках классической, в теории, и в рамках первого боровского приближения, в рамках первого боровского приближения, поэтому все к ней претензии, вот с этим могут быть и связаны, вот, на практике эта формула многократно проверена, вот, она работает на практике, причем, работает для самых разных, так сказать, вот случаев, не только истинно кулоновского, как бы потенциала, но и потенциалов не кулоновских, качественно она, вообще говоря, сохраняет свои какие-то особенности, даже в случае России, не на не кулоновских потенциалов, идем дальше, заключительный раздел, который мы с вами рассмотрим, опять же, для практики, пожалуй, самый важный, я все-таки стараюсь рассматривать те вопросы, которые работают на практике, с которыми, так или иначе, вам, может быть, придется сталкиваться, вот, следующий раздел, это метод парциальных волн, теории рассеяния, метод парциальных волн, теории рассеяния, метод парциальных волн, это, с одной стороны, прекрасный пример, вообще говоря, вот такое, приложение, каких-то основных, квантомеханических, понятий, постуматов, выводов, и так далее, а с другой стороны, это, вообще-то, очень важный, приплотной раздел, в физике рассеяния, теории рассеяния, метод парциальных волн, обратите внимание, что на практике, когда мы говорим о рассеянии, мы чаще всего говорим о рассеянии, на атоме, на ядре, вот, такая именно ситуация, а дело в том, что эти это системы, в которых состояние, чаще всего, описывается, с помощью момента, количество движений, причем, потому что свободный атом, это, это, такой элемент симметрии, сферический, да, то есть, это объект со сферической симметрией, ядро, точно так же, это объект со сферической симметрией, а в случае сферической симметрией, у вас работает закон сохранения момента количества движений, и вы должны понимать, что, если у вас работает момент количества движений, работает закон сохранения момента количества движений, то, характеризовать состояние квантовые конечно удобнее всего именно значениями этого момента там шоу сохраняться понятно но взять себе вы берете и состояние данный момент времени как-то классифицируйте состояние ну по какой-то величине но если это величина у вас не сохраняется это означает что через 10 минут взял ваша классификация полетела к черту вообще но если у вас работает закон сохранения на величины это удобно в момент времени то равны нулю обозначили состояние присвоить ему значение сохраняющих величину скажем 5,3 через 10 минут у вас тоже будет 5,5 это же удобно ну а с другой стороны мы же рассматриваем объекты ядро а там опускаем на них свободную частицу или плоскую волну а плоская волна характеризуется не момент там а импульсом ситуация странный кстати она была похожа на ситуацию с электромагнитными переходами там тоже в качестве объекта вы рассматривали атом или ядро скажем так фотоны описывались как плоские волны как плоские волны то есть фактически как состояние с определенным значением импульса не моменты импульса вот возникает такая коллизия возникает падающую волну мы описываем как волну с определенным импульсом кашка объект состояние бекта с помощью момента импульса как бы вот ну я думаю что как-то надо вообще выбрать себе ну объект ваших ваших пристрастий то ли надо плоскую волну рассмотреть как супер позицию волн разными моментами количество движений как ни странно а в медицинских случаях это да парциальных вагонов мы именно так и делаем ну либо наоборот а там расписать его состояние как состояние с определенным импульсом вот это совсем плохо почему потому что писать о себе состояние с определенным импульсом это состояние плоской волны свободной частицы и как а там собрать из таких состояний тяжело вы как-то не физично а вот плоскую волну делать что-то под плоскую волну бы все-таки разложим в ряд о состоянии которое характеризуется определенным значением момента количество движения то есть фактически представим плоскую волну как супер позицию парциальных волос определенным моментом для этого мы используем известные уже на парциальное разложение и так напускаю я на обед плоскую волну которую вот смотрим е в степени и к-р плоской волна я беру эту функцию раскладываю в ряд по функциям которые описываются станет определенным моментом какие это функции ну скажем полином или жанру да и по полином лежат просто разложить это разложение у нас уже было и от нуля до бесконечности и в степени 2л плюс 1 дальше сферическая функция бесселя йотель от ка-р здесь ка-р без вектора ка-р и полином ли жанра пл от косинус тета пл от косинус тета где тета это угол между векторами ка-р вот формула парциального разложения о чем она говорит она говорит о том что состояние с определенным к волновым вектор а значит и импульсом p равняется hk я могу представить себе виде супер позиции парциальных лол с определенным орбитальным моментом орбитальные моменты с моментом количество движений с волна или нулю слагаемой п волна или равняется единица д волна или равняется двойкой и так далее и вот задача россия не центральном поле там где сохраняется количество движения мы тогда что можем мы можем рассматривать россия не каждый специальные волны ну отдельно независимо потому что момент количество движений 5 синтегралом движения это очень важно ну кроме того мета парциальных волна есть еще преимущество давайте вернемся к этим преимуществом они я думаю что даже более впечатляющие с моментом количество движения с или мы связываем вращение вращение но правда здесь я уже говорил ведь вот появляется орбитальный момент только не очень понятно вокруг какого центра частицы как вы даже обращается я уже говорил что в качестве такого центра может писать любую точку нашего пространства тоже странно до другой стороны ничего странного нет после волна даже заданы вообще везде поэтому я выбираю произвольную точку пространстве начала координат означает и вот это разложение произвожу и тогда я представляю тут поскольку комбинацию парциальных волн у вас каждый парциальной волной я могу связать как и частицу вращающуюся вокруг этого центра этой точки не очень понятно да так как как-то немножко странновато ну тем не менее поэтому я буду так говорить парциальная волна с другой стороны буду говорить о вращении частицы вокруг центра язык видите тут такой мы когда говорим о вращении частицы мы слова частица не волна используем то есть мы как бы переходим не я всегда на корпускулярные записания а с мой стороны когда я говорю о падающие частицы я употребляю это частица и другой волна и так ввел парциальные волны вот теперь смотрите что дело в том что с орбитальным моментом связана энергия помните энергия вращения как в школе мы выписывали энергии вращения и вращения школьная формула евро это л квадрат на два момента инерции если частица вращаешь у меня до 2 м а квадрат ну или давайте р квадрат запишу радиус вращения вот школьная формула для энергии вращения частицы с массой м радиус вращения р и квадрат ну или там момент количества движения квадрат момент не ближе классическая формула но дело в том что в парке в механике я с энергией вращения немножко по иному поступая нужно здесь заменить классические значения момента на собственные значения на возможное значение квадрат возможное значение величины а значит на собственное значение квадрата момента h квадрат и на эльку с единица на два момента инерции вот как будет выглядеть у меня энергии вращения связанные с орбитальным моментом и давайте немножко вернемся в классику вообще говоря так обратить внимание что энергия вращения растет с уменьшением р радиуса вращения резко растет обратно пропорционально квадрат энергия вращения растет но энергия вращения ведь случае нашей задачи круга в россии и дн не может превышать подермирую полную терпи частицы вот это очень важный момент здесь энергия вращения вот она ну в энергия кстати это часть энергии да в любом случае она же не может превышать полную энергию частица полная энергия частица в случае задачи упруга в россии мы знаем это h квадрат к квадрат на 2 м в этом я могу написать очень интересное соотношение энергия вращения парциальной частицы или парциальной волны на 2 м в квадрат меньше или равно ну здесь точнее отбалку меньше поставить плану меньше полной энергии задачу круга рассеяния h квадрат на квадрат на 2 м ну или п квадрат на 2 м просто кинетической энергии поступательного движения ну понятно как бы мы энергию не раскладывали для нашей частицы поступать на движущейся энергии у нее при квадрат на 2 м то есть h квадрат к квадрат на 2 м ну ясно что здесь сумма будет энергии так парциальных энергий вот они ну каждый не может быть больше этой суммы они же положительные статусе вот это соотношение о чем говорит обратите внимание h квадрат 2 м и мы получаем очень интересное условие р-р не может быть меньше определенной величины почему а при уменьшении чтобы это растет но она не может быть больше правой части я получаю очень интересное условие что оказывается для парциальной волны с определенным р-р должно быть всегда больше или равно р-р я обозначу и назову р-р равные вот посмотрим чему-то р-р равно ну надо взять вот здесь равен сюда и тогда относительно р его разрешить как и так р-р будет равно единица на к корень квадратный из л на л плюс единица вот это р-р носит название расстояние наибольшего сближения расстояние наибольшего сближения парциальные частицы или волны с центром рассеяния ну пока то с любым центром саду с любым центром ну ясно что наша задача меня будет интересовать в россии и начало коррел на этом центре будет помещать поэтому наши парциальные частицы будут вращаться вокруг этого центра круг силового центра наибольшего сближения ясно что-то должно быть больше не меньше вытащили а значит для каждого существует расстояние наибольшего сближения чем интересно что есть только один случай когда или равно нулю это расстояние равно нулю это означает что только с волна всегда попадает в область действия потенциала рассеяния только с волна потому что она вот у нее наибольшего сближения 0 она всегда будет попадать в область действия потенциала россии я кстати упредил уже свою высоту в чем она состоит а дело в том что смотрите представьте себе что потенциал рассеяния краткодействующий с радиусом действия d и представьте себе ситуацию когда ваше больше д ну если расстояние наибольшего сближения больше чем радиус действия сил россии так соответствующей частицы парциальные частицы она не будет в общем участвует россии она проходит мимо потенциала вот она обращается она где-то локализованы как бы это частицы но вне области вне области сферы с радиусом где сосредоточен силовой центр то есть участвует в россии не парциальная волна может только при обратном соотношении то есть если р и меньше ты вот тогда парциальная волна будет участвовать россии а что это означает это означает что реально при растении на короткодействующих потенциала участвовать россии не будет ограниченное число парциальный полк ограниченный вот этим условием как только больше все мы же можем найти просто взять и природить rl п можем найти то самое критическое значение и при котором еще парциальная волна будет участвовать россия при большем значении все просеение порциальные волос отлично участвовать не будут повторяю задним исключением с волна с частицы вес парциальная волна всегда буду сейчас у россиянин а то как-то неинтересно будет кстати обратить внимание мы же можем управлять еще вот этим расстоянием с помощью к к делая маленьким то есть это медленные частицы если к меньше так больше медленные частицы это чтобы назначать это будет означает что меняя скорость фактически падающей волны потому что к по модулю через скорость падающей волны можно выразить вы равняется hk но это есть мв отсюда мы можем найти река пожалуйста поэтому управляя скоростью падающей волны мы можем либо включать большее число парциальных волн в россии либо наоборот выключать парциальные волны заново сведения